Всем привет! Меня зовут Андрей Кузьмичев и вы на канале о речных пассажирских теплоходах и о круизах на них. В навигацию 2023 года у круизной компании «Созвездие» появился новый теплоход. Ну как новый? Этот теплоход был построен в Германии по 301-му проекту в 1977 году. Назывался он тогда «25-й съезд КПСС» и совершал круизы из Киева и Одессы по Днепру и Черному морю. В 1993 году теплоход получил новое имя – Леся Украинка, а с лета 2001 года стал работать в России. В 2007 году теплоход в очередной раз переименовали и он стал называться Петр Чайковский. Наконец, в навигацию 2023 года теплоход вышел в работу от компании «Созвездие» под именем «Огни Большого Города». Предлагаю прямо сейчас осмотреть все типы кают и общественные помещения этого нового у компании «Созвездие» теплохода. Знакомство с теплоходом начнем с нижней палубы. Коридор на нижней палубе. Нижняя палуба теплохода «Огни Большого Города». Двухместная каюта номер 120. Смотрите, интерьеры обновлены. В каюте два спальных места. Есть прикроватная тумбочка. Розетки рядом с кроватями. Есть прикроватные светильники. Каюта на нижней палубе. Здесь нет обзорных окон. Здесь иллюминаторы. Полочки с каждой стороны. Есть кувшин со стаканами. Есть кондиционер, телефон внутрисудовой связи, телевизор. Вот здесь стол и зеркало. Розетки. Вот здесь, я думаю, спрятан холодильник. Угу, так оно и есть. Внутренности холодильника. В прихожей крючки для одежды и чемоданица. Также есть шкафы для одежды. В шкафах полотенца. Сейф. Дорожный набор и пакет для стирки. Конечно же, есть плечики и пледы. Они были во втором шкафу. А теперь заглянем в санузел. Санузел здесь с душевым уголком. И еще сверху вам санузел покажу. Давайте вот так с вами на душ посмотрим. Еще вот так на каюту посмотрим и идем дальше. Эта каюта аналогична предыдущей, но только здесь три места. Смотрите, в прихожей уже не осталось места для крючков для одежды. Его заняли шкафы. А здесь расположили третье спальное место. По оснащению эта каюта идентична предыдущей. Не будем ее детально рассматривать. Идем дальше. Поднимаемся на главную палубу. Главная палуба. Главный пролет. Стойка регистрации теплохода. Каюта номер 225. На главной палубе теплохода огни большого города. Это двухместная каюта. В каюте одно обзорное окно. В каюте два спальных места. Кстати, спальные места здесь раздвигаются. Я его только что выдвинул вперед. Вот что получилось. Спальное место стало пошире. Рядом с окном есть столик и розетки. Есть разные полочки. Кувшин со стаканами. Есть кондиционер. Внутрисудовой телефон и телевизор. Холодильник и зеркало. Здесь в прихожей поместились только шкафы для одежды. В шкафах плечики и тапочки. А также есть пледы, полотенце и сейф. Давайте вот отсюда на каюту посмотрим. Заглянем в санузел. Санузел двухместной каюты на главной палубе с душевым уголком. Идем дальше знакомиться с теплоходом огни большого города. На главной палубе есть гладильная комната. Мастер-салон. Здесь проходят различные мастер-классы. Ближе к корме главной палубы расположен детский клуб Буратино. Здесь много игрушек. В сторону кормы вам еще покажу. Ну и идем дальше. Кормовой пролет главной палубы. А это прокат велосипедов. Медицинский пункт. Поднимаемся на среднюю палубу. Носовой пролет средней палубы. Небольшая зона отдыха. Давайте посмотрим, что там на носу средней палубы. Средняя палуба, носовая часть. Бак теплохода. Коридор в носовой части средней палубы. Носовая часть средней палубы. Читальный салон, прибытие поезда. А вот это Некрасов приехал. Одна местная каюта номер 344 на средней палубе теплохода. В каюте одно спальное место, которое немножко выдвигается. Его можно сделать пошире. Есть холодильник, столик, розетки. В каюте одно обзорное окно. Есть кондиционер, телевизор, телефон внутрисудовой связи. Полочки. А вот это шкаф для одежды. В шкафу сейф и фен. Наверняка в нем еще есть пледы, плечики и полотенца. А теперь посмотрим санузел. Санузел одноместной каюты с душевым уголком. Продолжаем осмотр теплохода. Каюта номер 341 на средней палубе теплохода. В каюте большая двуспальная кровать, которую можно трансформировать в две одноместные. Есть дополнительное место. В каюте два обзорных окна. В прихожей столик кофемашина и зеркало. Здесь есть крючки для одежды. Есть шкафы для одежды. Конечно же есть холодильник. А в других шкафах пледы, полотенца. Запасные подушки, плечики, банные халаты, тапочки. Фен, сейф. Дорожный набор и пакет для стирки. Рядом с кроватью расположены прикроватные тумбочки. И прикроватные светильники. Также есть розетки. Здесь у нас как раз дополнительное место. Столик, кондиционер, телевизор и полочки. Давайте вот отсюда на каюту посмотрим. И заглянем в санузел. Вау! Этот санузел просто с огромным душевым уголком. Хм, душевой уголок метр полтора в длину, а то и больше. А вот душ. Унитаз, конечно, тоже есть. И раковина. Вот такая здесь косметика. Да, интересная каюта, но мы идем дальше. Двухместная каюта номер 321 на средней палубе теплохода. В каюте два спальных места, которые можно немножко раздвинуть. Одно обзорное окно. Столик. Розетки. Полочки. Телевизор, кондиционер и шкафы для одежды. Также есть холодильник и зеркало. Здесь мы еще видим кувшин стакана и набор посуды. Санузел с душевым уголком. Еще вот так на каюту посмотрим и идем дальше. Кормовой пролет средней палубы сувенирный киоск. Небольшая зона отдыха в кормовом пролете и сувенирная витрина. Двухместная каюта номер 305 в кормовой части средней палубы. Каюта с двумя обзорными окнами и с большой двуспальной кроватью. Прикроватные светильники тоже есть холодильник, тумбочка, кофемашина, зеркало, телефон внутрисудовой связи, телевизор. Вот здесь кондиционер шуршит, есть розетки и шкаф для одежды. Вот что у нас в шкафу, не буду перечислять, что там лежит, все и так видно. Но это вторая часть шкафа. А рядом с входной дверью есть крючки для одежды. Заглянем в санузел. Санузел, как и в других каютах на этом теплоходе, с душевым уголком. Какая раковина здесь, круглокоплеобразная. А вот, собственно, душевой уголок. Ну что ж, идем дальше. Кормовая часть средней палубы, ресторан «Оскар». Питание в ресторане организовано по следующей схеме. Завтрак, шведский стол, обед и ужин, заказное меню. Иду на корму средней палубы. Корма средней палубы. Место для курения пассажиров. Идем на шлюпочную палубу. Я вот здесь. Носовой пролет шлюпочной палубы. Носовая часть шлюпочной палубы. Окна панорамного бара. Сверху на бак теплохода посмотрим. И, как всегда, дальше по шлюпочной палубе не пройти. Потому что там балкон и кают. Вон они. Носовая часть шлюпочной палубы. Панорамный бар «Эпизод». Здесь есть музыкальный инструмент. А вот такой вид отсюда открывается по ходу движения теплохода. Одна местная каюта номер 421 на шлюпочной палубе теплохода «Огни Большого Города». В каюте одно обзорное окно и одно спальное место. Также есть холодильник, столик, телефон внутрисудовой связи и телевизор. Есть кондиционер. Полочки. Конечно же, есть фен. В небольшом одноместном шкафу полотенца. Плечики. Дорожный набор тапочки. И пакет для стирки. Интересно, какой здесь санузел? Ничего необычного для этого теплохода. Санузел с душевым уголком. Давайте от окна на каюту посмотрим и продолжим осмотр теплохода «Огни Большого Города». 417-я каюта на шлюпочной палубе – каюта Фаина Раневская. Это каюта Полулюкс. Полулюкс с большой двуспальной кроватью. И цитатой. Вот так на каюту посмотрим. Рядом с входной дверью есть зеркало и крючки для одежды. С другой стороны шкаф для одежды. Вот что у нас в шкафах. Рядом еще один шкаф с посудой, сейфом и холодильником. В каюте обзорное окно и выход на балкон. На балкон мы еще сходим. Вот здесь есть прикроватные светильники, розетки, прикроватная тумбочка и кондиционер. Заглянем в санузел. Интересно, удивит ли он нас? Точно, санузел необычный. Санузел с душевой кабинкой. Вот такая здесь раковина. Косметика. Но еще душевую кабинку вам покажу. А теперь выйдем на балкон. Смотрите, какая вода в Химкинском водохранилище. Цветет. Балкон с мебелью и полноценными межбалконными перегородками. Навигация этого года показала, что на других теплоходах стали появляться неполноценные перегородки. От балкона на каюту посмотрим и идем дальше. Каюта номер 409. Каюта Евгения Леонов. В каюте двуспальная кровать. Прикроватные светильники, прикроватное зеркало. Розетки. И тумбочка. Прихожий столик, кофемашина, зеркало. Вот здесь крючки для одежды. Заглянем в шкафы. Или не будем? Нет, все же посмотрим. Есть пледы, плечики, банные халаты. Тапочки, дорожный набор. Здесь, наверное, запасные подушки. Сейф. И полотенце. Рядом набор посуды. И холодильник. Вот здесь у нас телевизор и дополнительное место. Также есть столик, кондиционер и полочки. В каюте есть балкон. Не пойду на него, а то открывать-закрывать не хочу. Да, в каюте вот такая вот колонна. Не очень удобно. Но зато санузел здесь с огромным душевым уголком. Вот он. А вот это душ. Все остальное в санузле тоже присутствует. Включая раковину и косметику. Каюты все посмотрели, но много чего еще осталось. Идем дальше. Кормовой пролет шлюпочной палубы. Небольшая зона отдыха в кормовом пролете шлюпочной палубы. Ближе к корме шлюпочной палубы расположена вот такая зона отдыха. Кормовая часть шлюпочной палубы. Ресторан Ника. Ресторан рассчитан на 86 посадочных мест. Солнечная палуба. Концертный зал. Здесь же расположен лаунж-бар Чаплин. А вот это сцена. Солнечная палуба. Солярий. А еще здесь расположен кинозал под открытым небом. На солнечной палубе есть спортивные тренажеры. На этом обзор теплохода Огни Большого Города завершен. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok